Ежегодно в России, по данным статистики, выпадает из окон квартир более 5000 человек и половина из них дети. В основном несчастные случаи приходятся на летний период. За последний месяц у нас в Ленинском городском округе погибло два ребенка. Это в Бутово парке и в сельском поселении Володарском. Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели и опираясь на противомоскитную сетку, которая создает иллюзию закрытого окна, и выпадали вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля и рассеянностью взрослых, забывающих закрывать окна. Не надо учить детей открывать окна. Также надо внимательно смотреть, чтобы не было предметов мебели рядом с подоконниками, стульев, дивана, чтобы не было возможности у ребенка просто-напросто забраться на подоконник. Также причиной трагедии могут стать отсутствие на окнах блокираторов или ручек-замков, неправильная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. У нас ничего не стоит на самом деле, ни стульчики, ни диваны возле окон, ни кровати, которая бы выходила, чтобы можно было тянуться до окна. И муж снял все ручки, которые открываются большие окна. Анастасия вместе с четырехлетним сыном живет на десятом этаже. Признается, что никогда не оставляет ребенка одного без присмотра. Изначально не было такого, что ребенку взять на руки, допустим, и показать, что там в окне происходит. У меня однокомнатная квартира, у меня ребенок всегда на виду, поэтому я его не оставляю одного. И самая лучшая защита – это самостоятельное осознание ребенком опасности. Ведь большинство проблем с выпадением детей из окон происходит от их беспечности и непонимания самой сути проблемы. Поэтому обязательно нужно проводить со своими детьми профилактические беседы по безопасности в доме. И ни в коем случае не оставлять малышей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.